Здравствуйте дорогие друзья! Купил на Алиэкспресс вот такие вот бутылочки. Хочу сделать аттрактанты своими собственными руками. А именно, хочу сделать из хрена и из мяты. Будет два аттрактанта. Еще у меня есть масло пахучее, душистое, прямого отжима от семечки. У меня есть еще третья такая бутылочка. Я думаю, еще налью туда маслица. Давайте попробуем, что у нас с вами получится. Итак, это я все перегоню сейчас через мясорубку электрическую. У меня, слава богу, она есть. И попробуем с вами потом выдавить сок. Погнали! Вот столько у нас с вами получилось мяты. Все это заняло 5 минут. Перемолотые. Давайте теперь попробуем выдавить из нее аттрактант. У меня есть бинт. Сейчас попробуем это все выдавить через бинт. Кто не знал, сок от мяты выглядит черного цвета. Вот. Запах стоит просто убийственный. Давайте перельем. Получилось крайне мало. Я вот думаю, может быть картошку пропустить. Она даст сочности. И плюс к этому добавится еще, но правда он немножко подразбавится аттрактант. Можно, наверное, попробовать. И вот эту, которую я выдавил. Сейчас я ее повторно тоже пропущу. Видите, полежало всего день, а уже как мало сока. Поэтому советую, конечно, сразу как сорвали, перемалывать. Еще что покажу. Смотрите, ботва очень сильно забивает ножи. Вот, она не перемололась. Поэтому нужно, конечно, очищать. Картошку вместе с мятой перемололи. Давайте теперь попробуем отжать это все дело. Запах, сразу говорю, эта консистенция не потеряла. Очень мощный запах мяты. Прямо аж нос ждет. Запах остался на том же уровне. Термоядерный. Ой, запах вообще жесть. Конечно, немножко мутнее стало, потому что сок от картошки. Но запах от этого хуже не стал. Еще не прошел запах после мяты, но я продолжаю дальше работать. Делаю теперь хрен. Я немножечко его порезал, чтобы был попроще. И также нарезал небольшую картошину. Сейчас мы все это будем пропускать. Ну вот и все. Хрен у нас тоже готов. Запах, конечно, вообще аж глаза жгет, друзья. Глаза, рот все жгет. Его я решил процеживать через вот такое вот сито. Вот такое количество получилось. Почти полная банка, в которых продают червяков. Конечно, желательно бы процедить это все дело. Вот этот комок не обязательно выбрасывать. Можно его добавить в прикормку. Запах, даже несмотря на то, что мы все выдавили, просто сумасшедший. Так что, если вдруг вы собираетесь на рыбалку, можете добавить вот такой вот комочек. Тоже в прикормку лишним не будет. Итак, друзья, получилось у нас два вот таких вот аттрактанта. Один на хреновой основе. На хреновой основе. Чистый хрен. И другая у нас чистая мята. Если не считать, что мы с вами добавляли картошку. Вот. Вас, наверное, интересуют, работают они или нет. Вот. Все работает. Давайте попробуем мяту. Конечно, нужно, друзья, процеживать. Вот не процежено, оно подзабивается немножко. Но это все ерунда. Так что, вот. Все работает. Атрактанты работают. Все чудесно. Делайте, процеживайте через марлю только это все. Либо через специальный фильтр. Кофейный, либо такой мелкой очистки фильтр. И будет вам счастье. С хрена получилось намного больше. Поэтому учитывайте. Мяты был куст больше у меня. И ее чаще зажевывало. А у нее более такой, то ли жесткий стебель, то ли что-то такое. Поэтому ее чаще зажевывало. Ее надо чаще пропускать с картошкой. И тоже мелко стебель желательно бы порезать. Перед тем, как ее пропускать через мясорубку. И добавлять картошечки, чтобы больше было сока. И надо ее сразу перерабатывать. То есть вы срезали. Нельзя, чтобы она лежала хотя бы один день. Иначе она подсыхает и тратит свой сок. А вот хрен можно, если вы сорвали на второй день. Замечательно. То есть сока было достаточно. Если бы давил через марлю, было бы больше даже, чем пузырек. Поэтому вот такие дела. Ну тут похуже, потому что подзабивается. Мята вообще просто супер. Все. Всем спасибо. Пока.